Продолжим грамматический разбор Суры Ат-Тин. Мы проводили разбор шестого аета. Мы сказали, что Илля это харфу ститнайн, частица исключения, которая может быть в своем основном значении, а также в значении ля кинна, то есть бимаа на ля кинна, в значении однако но. В первом случае мы сказали, что Аль-Лизин это мустатнайн, исключаемое имя. Минат минат дамири альха ифи ротатна, изместимениа Ха, так как оно в значении Аль-Джамаа, то есть в значении множественного числа. В этом случае Аль-Лизин у нас будет но если мы скажем, что Илля в значении ля кинна, то есть в значении однако но, то в этом случае لألذين у нас будет مُبْتَدُون подлежащим именного предложениям где حَبَرُهَا يُوَ خَبْرِ это будет لهم أجرن именное предложение لهم أجرن будет его сказуемым которыми лез предложение لهم أجرن на конце этого же آيد то есть однако те, которые уверовали и так далее им будет награда дальше آمانو آمانا это فعل مادن глагол прощающего времени مبني على الدومين с неизменяемым окончанием с дома на конце почему لِتِّسَالِهِ بِالْوَاوِ الدومين так как он присоединен к местомениям множественного числа мужского рода ВАУ وَالْوَا وَالْوَاو الدومين это دومين مُبْتَسْلِ слитное местомение مبني على السكونا с неизменяемым окончанием سكونا на конце في محالي رفع النمسي падجا رفع именительный падجا فعل الفعل فعل действующее лицо этого глагола وَالْاَلِفَ... الألف ناكliśmy глаголов аману. Алиф на конце этого глагола это различительный алиф, то есть о котором мы несколько раз уже говорили. Глагол аману вместе со своим фаалем действующим лицом свято. Глагольное предложение. Сылятель Маусули предаточное предложение относительного местомения. Поэтому ла махалла ла хаминал ирраби не имеет места в падеже. Дальше ва амилю с салихати. Альвави от харфа атовин союз. Мобниу аля фатхин с неизменяемым кончанием с фатха на конце. Амма ираба амилю фаху нафсу ираби аману. А что касается грамматического или же синтаксического разбора предложения амилю, то он точно такой же как и у предложения аману. Поэтому не станем все это повторять. Вальфиуле маа фаали. Глагол амиля со своим фаалем, то есть ваум, все это жумлятун фаалетун, глагольное предложение. Маа тофатун аля жумляти аману. Соединено союзом вау с предыдущим предложением аману. Фала махалла ла ха ка сабикатиха. А значит так же как и предшествующее ему предложение, оно не будет иметь места в падеже. Но у амиля это у нас фиален мутааден, переходный глагол, который нуждается в прямом дополнении. Поэтому у него имеется прямое дополнение. Ассалихат. Ассалихат это и будет у нас прямое дополнение. Он особен поставлен в состояние звенительной падежи. У аламута на смехе признак падежа нас в этом имени. Аль ка срату за храту аля ахри. Явный ка ср на его конце. Ния ботан аалин фатхати в качестве замены фатхи. Почему? Лианнаху джам'у муаннахин салимун. Так как это целая форма множественного числа женского рода. То, что называют множественным числом, образованным путем доволения алифа и та на конце. Согласно некоторым это добавленная для усиления частица. Лианнаху аля аль амит харфу Джарин предлог родительного падежа. «Мабни Аль-Фатхан» с неизменяемым кончанием с Фатха на конце. «Аль-Хау» это «Домиры муттасылюн» слитное местомение «Мабни Аль-Домми» с неизменяемым кончанием с Дома на конце. «Фи махалли джердин» на месте паджа-джар родительного падежа. Посредством харфа «Лам». «Валь мимус саакану та суканиру на мим на конце». Это у нас «Аля-Муты Джами Аль-Музакри» – признак множественного числа мужского рода. «Валь джерру валь маджруру» – признак родительного падежа «Алям» и находящийся посредством него на месте паджа-джар родительного падежа местомения «Ха» – свята мутталлигани бимахазуфин хабарун мукаддамин. Состоит в смысловой связке с удаленным амином фактором. Будет сказуемым – поставлен перед своим подлежащим. Или, как говорят другие, в итоге это одно и то же. То есть мутталлиг би хабарин махазуфин мукаддамин. То есть состоит в смысловой связке с удаленным поставленным перед подлежащим хабаром. То есть Аджерун. Аджерун – это у нас муктадан муахарум – подлежащие, поставленные после своего сказуемого. Марфуан били птидая – поставлен в состояние рафиминитин падеж. Смысловым фактором. Валяму – это рафа и признак подлежа рафа этому имени. Аддом, аддома тазлахирату аля ахри хьяу на дому на его конце. Валь муктадау маа хабарихи – подлежащие Аджерун со своим сказуемым. То есть для хум. Все это именное предложение. В махале рафа намеси падежа рафиминитин падежа хабару аль муктадау сказуемое подлежащие Аль-Лизина. Ин кульна инна илля бима'ана лакинна. Если мы скажем, что частицы илля в значении лакинна. То есть лакинна, однако, но и так далее. Потом уже валь муктадау маа хабарихи – подлежащие Аль-Лизина со своим хабаром. Возобновляемое новое предложение. Если же мы скажем, что Аль-Лизина – это исключаемый из своего вида, из миссимейна Аль-Ха, то в этом случае предложения, само оно уже будет истиннофитом, возобновленным новым предложением. Остановимся на этом, продолжим, иншаллах, на следующем уроке.